И конечно это. На неделе у всех руководителей появился документ, который журналисты почти сразу окрестили азбука директора, декрет номер 5. Его цель создать условия для максимально эффективного приложения сил, причем как для управленцев, так и тех, кто находится у них в подчинении. Разработчики попытались найти баланс между обязанностями и правами начальников, а еще этот декрет стал логическим продолжением тех кадровых преобразований, которые мы наблюдаем в последнее время. Наш корреспондент Дарья Блаусова-Петровская всю эту неделю провела в разговорах с разного рода руководителями. И вот ее репортаж исследования. Виктор Ильич, мы к вам, вы уже все в труде. Все, мы уже закрыли капот, заканчиваем работу. Председатель совета директоров группы компании «Интеллект» Сергей Варивода каждое утро по три часа проводит на производстве. Ежедневное присутствие босса психологически стимулирует сотрудников более ответственно исполнять свою работу. Вот вы работаете сколько уже на нашем предприятии? Девятый год. Девятый год, да? А некоторые наши коллеги, значит, год поработал, ушел. Правда, иногда потом возвращаются обратно. Ну, это бегунки. А почему вы не убегаете? Хорошие специалисты отсюда не бегут. Достойная зарплата, высокие премии, а главное, нестандартный подход к руководству. Праздничных застолий здесь не поощряют. Корпоративную культуру поддерживают здоровым образом жизни. Спуск на байдарках, окунание в прорубь и покорение горных пиков. Уже более десяти лет Сергей Варивода возглавляет проект «Семь вершин». За это время в одной связке с коллегами провел 14 экспедиций. Тем не менее, появление декрета номер пять, который ужесточает требования к руководителям и подчиненным, считает мерой нужной и своевременной. В последнее время меня иногда удивляет, как мы стали относиться к деловой репутации, как мы стали относиться к репутации своей компании. Приходит устраиваться на работу соискатель, а у него количество записей трудовой книжки больше, чем лет трудового стажа. Разве это рынок? А мы забываем, что рынок труда, вообще как любой рынок, он не мыслит без конкуренции. Может быть, нам не надо такая конкуренция на рынке труда, как в Испании или в Греции, но, наверное, было бы неплохо, если бы 10 человек работали, а еще один-два были бы готовы заменить их в любой момент, если кто-то не хочет работать, если кто-то бездельничает, запил и загулял. В бурном море рыночной экономики капитаны бизнеса должны иметь рычаги управления. И декрет номер пять – один из таких рычагов. Над концепцией декрета трудились не один месяц. Для этого была создана специальная рабочая группа, куда вошли депутаты, члены правительства, представители Верховного суда, Комитета госконтроля и директора ряда предприятий, как государственных, так и частных. На столе у президента документ был дважды, и дважды Александр Лукашенко отправлял его на доработку. По словам главы государства, главная задача – создать сбалансированный акт, который не только повышает ответственность руководителей, но и дает им дополнительные рычаги влияния на подчиненных. Ибо получится, что мы головы сносить будем руководителем, а руководитель в свое время не сможет потребовать как надо со своих подчиненных. И в результате ничего у нас не получится. Поэтому с руководителя должен быть спрос, однозначный спрос, самый жестокий спрос, но и вложить в руки ему нужно соответствующие права, чтобы он мог потребовать с подчиненного ему человека исполнения всех принятых им решений. Статистика нарушений трудовой дисциплины на производстве не радует. Только в этом году в Беларуси к дисциплинарной ответственности привлекли более 120 тысяч человек. Около 40 тысяч уволены за прогулы, 4 тысячи – за пьянство на рабочем месте. Погибло на производстве 145 человек. Теперь с появлением нового декрета глава государства подписал документ 15 декабря. Расторгнуть контракт с ленивым и недобросовестным сотрудником можно будет в течение недели. Раньше на это уходил месяц. Также нарушителя трудовой дисциплины можно будет лишить премии на целый год. Если работник нанесет ущерб предприятию в размере трех среднемесячных зарплат, сегодня в Беларуси это около 19 миллионов рублей, то у руководителя есть право удержать эту сумму зарплаты подчиненного или его уволить. Как наниматель, как руководитель, в первую очередь я обратил на те пункты, что сегодня наниматель имеет право запросить на предыдущих предприятиях работы работника его характеристику. И, соответственно, это тоже одно из условий, которое очень важно для нас, для подбора кадров, чтобы не было впредь таких ошибок, которые допускаются на предприятии. Впрочем, документ ничего не меняет для тех, кто и раньше добросовестно относился к своим обязанностям. Не опаздывал на работу, не прогуливал, не нарушал технику безопасности, не пил, не воровал госимущество. Таких ценных тружеников работодатель теперь может дополнительно поощрять. Причем суммы выплат будут неограничены, все зависит от прибыли предприятия. В народе говорят, есть праник и кнут, поэтому есть и праник, естественно. Если ты рабочий тот же с руками, то тебя можно поощрять, и не нужно будет потом перед контролирующими органами оправдываться, почему у него, скажем, два оклада в этот период, то, что он может быть особо важны, какие-то работы выполнял или задания. Поэтому здесь уже как бы есть, скажем, и мотивация, и есть возможность, ну, что называется, поставить человека в рамки. А вот плохих топ-менеджеров ждут достаточно жесткие меры. В стране, экспортирующей более половины своего ВВП, встречаются руководители отделов маркетинга, которые не знают ни одного иностранного языка. А директора некоторых госпредприятий плохо представляют, что происходит на рынках мировой экономики. Таким руководителям новый декрет напомнит, что кресло начальника – это не только престижно, но и ответственно. Теперь, если ты не справился со своими обязанностями, и предприятие на грани экономического краха, кресло придется освободить. Причем занять другое кресло руководитель с плохой репутацией не сможет минимум пять лет. Он не сможет быть устроен на работу ни на одну должность, которая входит в кадр и реестр главы государства, правительства, область полкома и районного исполнительного комитета. Более того, что если этот руководитель, все-таки, ну, дискредитирующий себя, попытается устроиться на руководящую работу иную, не связанную с названной мной должностями, то это может быть сделано только по согласованию с представителем районного исполнительного комитета, администрации соответствующего региона, в том месте, где администрация того или иного предприятия захочет принять такого работника на руководящую должность. Новый документ вступит в силу с 1 января нового года. Декрет станет своего рода балансом между руководителями и подчиненными. А куда вверх или вниз перетянет чаша весов, будет зависеть от профессионализма и ответственности обеих сторон. В главном эфире Дарья Белоусова-Петровская, Илона Красудская, Екатерина Берецкая и Олег Соркин. Продолжение следует...